Народ, привет! Сегодня с вами займемся переделкой прицепа от ВПЛ. А переделкой в каком смысле? Как вы уже знаете, сам прицеп выполнен просто частью от машины, без кабины, трехосной, без кабины, просто сделали под прицеп. Китайцы молодцы, быстренько все с кумеками. Но сделано немножко неправильно. Прицеп он как бы не ведущий, а здесь сделаны типа мосты. И я хочу сейчас это дело все переделать. Хочу здесь поставить просто, чтобы были оси, и без всяких вот этих бомышек лишних ненужных. Вот сейчас мы этим и займемся. Значит, что для начала мы сделаем? Так как у нас ось проходит, колеса крепятся на пластмасске, мы сейчас попробуем эти пластмасске с этих осей поснимать. И как бы попробуем ничего не сломать. Вот она, пластмасочка. И мы ее сейчас попробуем на другую ось поставить. Грубо говоря, будет у нас такая ось, мы ее запрессуем, и все, и каждое колесо будет у нас на другом на чем-то. Сейчас будем разбираться, в чем, на чем. Так, пробиваем это с оставшимися колесами. Аккуратненько. Все, так, четыре клеца снято. Так, дальше. Берем штанги и цирку. И меряем, какая нам нужна ось. Ось нам нужна троечка. Троечка. Так, троечка. Так. Троечка. А длина, чтобы уж нормально все было. А длина у нас 105. 105. Можно троечку. Что нам сделать? Шпилька, троечка, мало. Так, народ. Нашел трубочки. Мне кажется, вот эта вот самая, наверное, будет подходящая. 6. А у нас здесь 7. Да, в принципе, какая разница? Какая разница? Нам тоненькие нужны. Так, ладно, 100 или больше. Нет, это уже все толстая, большая. 8. 6 или 8. Так, ладно. Трубочки мы уберем. Теперь нам надо понять, что мы вставляем вовнутрь. И как мы это будем фиксировать? Может быть, нам вовнутрь поставить болты? Ставим болтики. Так, ладно. Смотрите, народ, что мы задумали. Что я задумал? У нас получается здесь колесо, каждое само по себе. Но оно на основной платформе держится. Если мы ставим сюда вот это колесо через болт, на болт просто оденем, и она будет крутиться. Не до конца сажаем, и она в трубочке будет крутиться. В трубочке у нас нам нужно четверку, получается. А у нас как раз и есть внутри 4 миллиметра. Так что болт четверка, он как раз будет немножко на минус. И он будет крутиться. Мы его до конца не будем просто одевать, и все. И он будет крутиться. И каждое колесо будет у нас индивидуально. Так что берем трубочку и продолжим уже в другой локации. Ну что, народ, продолжим разбирать дальше наш прицеп. Проскользнула у меня еще одна идейка. Сейчас мы для начала все разберем и посмотрим, получится или нет. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, две, четыре. Я решил использовать эту же самую ось. Сейчас сниму дифференциал. И одену вот эту трубочку. Наверное. Готово. Вот ось, колеса. Одеваем. Смотрите, я хочу поставить вот эти сюда. И вот эти сверху просто так же на саморез закручу. Вот. И она будет здесь крутиться. А вот чтобы ось туда-сюда не ходила, мы сейчас с вами вот сюда оденем втулочки. Вот. И прикручиваем вот эти в обратную сторону. И все. У нас как бы ось и колесо так же крутится дальше. Ну что, попробуем. Так, втулочки мы все оставляем здесь. Так, две с одной стороны, две с другой будут. Так, все, сажаем колеса. Так, нам нужны втулочки полтора миллиметра. Вот сейчас я померяю, полтора миллиметра. Так, ну что, вот, смотрите, значит. Смотрите. Значит, одеваем туда. Потом две наши втулочки. Потом еще две втулочки. Видно? Еще. И одеваем другую проставочку. Дальше у нас идет колесо. Колесо зажимается. Все. И в принципе нет, наверное, мы их все прикрутим колесам, чтобы они висели противовесом и нам удобно было собирать. Так, ну что? Во! Все. И теперь у нас просвет будет вот такой вот большой. и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По-хорошему, можно было бы сделать еще, чтобы они были... Каждое колесо независимо... Но это, как говорится, по настроению... Возможно, что-то и будет в ближайшее время... А так, все... Ждем... Новых серий... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...